Разборки, рэки. Прям жестко было, на самом деле, мрак. Ты хотела себе сделать больно? Максимально. Заказные убийства, взрывы машин. Лучше в дикпике, реально. Секис очень важен в жизни. Ага, что, с соперницей? Но ты же была в говно. Ну, конечно. То есть федерация здесь вам рукопомощью не протягивала. Ощущение, что я здесь неделю назад была. Вообще ничего не изменилось. Мы с вами в Тольятти. Тольятти – это один из крупнейших центров автомобильной и химической промышленности. Ну, а в начале 90-х именно тут разразилась ужасающая по масштабам и жестокости криминальная война. По некоторым данным, было убито более 400 человек. Разборки, рэки, заказные убийства, взрывы машин. Вот они, будни жителей Тольятти, каких-то 20 лет назад. Именно в это время здесь начала свой теннисный путь Дарья Касаткина. Экс-игрок десятки, топ-теннисистка, победительница Кубка Кремля. Как же ей это удалось? Давайте узнаем. Думала, что да. Неприлично в такую погоду с таким загаром. Что ты делаешь с Тольятти вообще? Объясни мне. Тренируюсь. В Барселоне сейчас знаешь сколько градусов? Плюс 25. А здесь минус 15. Мама. А я могу сдержаться? Можно, нужно. Вот вся семья, наконец. Два с половиной года не была? Ровно два. Ровно два? Могу показать на телефоне. Изменился город, Даша? Нет. Вообще ничего не изменилось. Мам. Мам. Обратильник твой где? Там. В детстве он что там читает у тебя? Да, он читает там бумаги что-то. Просто так я ничего не подписываю, все проходит через него. Даша, а ты довольна сейчас своей командой? Да, очень довольна. У тебя уже за свою карьеру сколько было? Три про-тренера получается. Да, это третий. Так, Филипп, он сейчас Карлос. Угу. Так. Самый высокооплачиваемый. Самый дорогой был Филипп. Филипп. Да. Это с чем связано, потому что он с тобой был каждую неделю? Нет. Ну, у него зарплата с Карлос, например, на одинаковая. Я про сточки не помню, но примерно одинаковая. Дело в том, что я ему платила большой бонус, ну, потому что я очень хорошо играла в тот год. Поэтому бонус получился очень большой. Вот он сам дорогой. Сначала идет Филипп, потом по затратам пока Карлос. Надеюсь, Карлос выбьется в первое место. Вот, что я буду хорошо играть. И третий получается Влада. А бонус это сколько процентов? 10, 20, 30? У меня 10. 10 процентов, это в средний как раз окей для игроков, которые занимают такие позиции. Ну да, где-то от 7 до 10. Может, у кого-то больше, это уже не знаю, но в среднем от 7 до 10. Это зависит от того, сколько ты стоишь в рейтинге? Нет, это зависит от того, как ты говоришь. Да, договоренности. Корректно ли спрашивать, сколько ты платишь тренеру? Либо это коммерческая тайна у вас? Ну, у нас как бы контракт, я не знаю, ему скорее из-за налогов, я не буду говорить. На самом деле он не борзый в этом плане, как бы цена вообще абсолютно нормальная, я даже немного удивилась. А Света не ревновала тебя и Карлос? Все-таки Карлос у нас ассоциируется с тренером Светлана Кузнецова. Ну, наверное, у Светы лучше спросить, я не знаю, потому что в конце 2019 года она попросила, ну, чтобы Карлос ей помог. Получается, на американской серии, там, Цинциннати, Торонто. Вот, ну, я как бы согласилась и, ну, все было, все было окей. Особенно у нее, она Цинциннати сыграла в финал, но и вообще хорошие результаты были, поэтому. Но шерить ты не согласна? Шерить? Тренера? Полностью нет. Нет, на таком уровне я считаю, что шерить уже не вариант. Друзья, мы сейчас находимся в святом месте для Александра, для Саши, для брата Даши Касаткиной. Мы закончили, мы закончили теннисную тренировку, и теперь ОФПшечка, как мы любим, тренажерный зал. Скажи мне, пожалуйста, твой максимальный вес, когда ты играешь в теннис? Ну, где-то 70. 70. При росте метр шестьдесят? Нет, метр семьдесят. Метр семьдесят. Это тумач для тебя? Ну, было, да. Было многовато, это было заметно, и мне тоже, в принципе, это было заметно, то есть по передвижению. Я с Сашей твоим разговаривала в восемнадцатом году, как раз во время Кубка Кремля, он говорил, что для жизни, может быть, выглядит Даша полноватой, да? Ну, вот в обычной повседневной жизни. Видно, что там у нее, условно, есть, вот в кавычках, лишний вес. А для тенниса это круто, тогда мощь есть. Как это работает? Да, это такой очень интересный момент, он у девушек в основном, что, допустим, девушки, которые очень худые, у которых там кубики даже видны, ну, очень худые, у них просто нету мощи, они не могут дать по мячу, они быстро выдыхаются, но красивые зато. Так, а в теннисе этого невозможно представить? Ну, Маша Шарапова одна из них, но таких как бы меньшинство на самом деле. В основном, если посмотреть, то у нас все такие плотненькие, все хорошенькие такие. У нас такой вид спорта, все-таки мы не марафоны бегаем, вот, нам нужен запас, нам нужна мощь, сила. Восполнять энергию как раз. Мы с тобой разговаривали про комментарии. Друзья, я обожаю комментарии в соцсетях, пишите, пожалуйста, гадости, любые, обожаю их читать. Ты говорила, что у тебя с комментариями немножко другое отношение, тебя немножко передергивает, если пишет, ну, что это, Касаткина, ну, где, где пресс, что за попа и так далее. Тебя бесит это, когда тебя задевает внешне? Я очень смеяла, не, даже смеюсь до сих пор, когда я вижу комментарии, где нас с Настей Павлюченковой в одну касту просто. Чмырят? Ну, чмырят, да, там и пирожки, не пирожки. А что самое обидное ты читала про себя? Ну, сложно сказать, что самое обидное, но они как бы, они импруваются очень, ребята. Даже вот последний комментарий, последняя новость, вот, когда Даша Гаврилова выставила, что я к ним приезжала, да, после операции домой. Она написала, что приехала, поесть, приехала типа ко мне, но на самом деле она приехала за кубкой и поесть блинчики. И там, ну, комментарии, естественно, про блинчики, про то, что Настя Павлюченкова, когда же, что, она уже приезжала, нет. Про меня тоже, что на меня похоже, да, что я все блинчики там съела. Ну, я думаю, кажется, такая новость, да, как бы, ну, добрая, что там можно, а вот нет, и тут как бы. А скажи то, что ты столько времени в мужской компании с братом проводишь, это как-то влияет на твое ощущение себя? Ну, ты такая пацанка, да, ты больше в мужской компании. Ну, есть такое, но это, в принципе, про спортсменок, наверное, больше пацанок, чем... Лейди, лейди. Да, прям лейди, еще такой, ну, вид спорта очень... Какой? Комперитив. Так что постоянно нужно против друг друга, настрой, ну, так говорят, как бы, по итогу все разные. Ну, да, я пацанка, как бы, я, что, я люблю футбол, я люблю разные виды спорта смотреть, я люблю кроссовки, я не люблю наряжаться, я не люблю краситься, это все не мое. Я предпочту сходить в бар, чем в какой-нибудь крутой мишленовский ресторан. По образованию ты юрист, правильно? Юрист. Ты юрист, который переквалифицировался в про-тренера ОФП. Ну, да, я когда работал юристом, я вечером параллельно с парнем, который работал тренером по теннису, мы делали группы для детей, которые, ну, просто так занимаются. Здесь, в Тольятти? Да, ну, вечером, ну, группы здоровья, назовем их так. Вот. И постепенно это все развивалось, мне стало нравиться намного больше, чем юридическая профессия, я стал в этой теме развиваться. Ты занимаешься, получается, с сестрой, там, очень близко к человеку, а нужно иногда, там, проявить характер, крикнуть, ударить. Понадалось время, чтобы найти, ну, чтобы разграничить работу и жизнь. Ругались? Ну, бывало, конечно. Могла крикнуть? Ну, скорее, какие-то такие моменты, знаешь, пререкания, несогласия, а зачем так много, а почему я домой хочу, там, ну что. А ты на зарплате или какие у вас отношения? Ну, у нас есть, да, у меня есть такая зарплата, которая мне позволяет, скажем так, ну, вот, на мои текущие расходы. Естественно, труд должен оплачиваться. Ну, понятное дело. Нет какой-то неловкости, что тебе сестра платит? Вообще никакой неловкости. То есть вы разграничили вот эту всю историю? Что, мне нравится, как я делаю свою работу, я уверен, что это очень хорошая работа, поэтому почему мне должно быть неловко? А если Дашка скажет, давай-ка попробую еще с кем-то? Не вопрос вообще. Насколько ты себя считаешь квалифицированным тренером полфункта? Ну, насколько, ну, достаточно для того, чтобы быть уверенным, что я работаю стоп-атлетом и я не буду делать каких-то ошибок. У тебя какой-то список есть в телефоне? Упражнений? Да. А ты можешь показать вообще? Ладно, конечно. Называется вот. Вот мы начинаем с пересезонку, да, и здесь написано АА, anatomical adaptation, и поехали. Мы работаем над тем, чтобы развивать выносливость во всех ее компаниях. Четко, какие дни, что мы делаем. Скорость, сила, быстрая скорость. И ты сам все вот это составлял? И перед турниром мы отпускаем, да, соответственно, закончилась серия турниров, и сейчас мы возвращаемся к общим вещам. И все, ты, подожди, подожди, ты сам все это написал? Ну, конечно. Конечно, ну, лучше вот это ставь как ответ на вопрос по поводу, как ты спрашивала по поводу квалификации. Я знаю историю, когда Дашка немножко сошла с ума, и в Америке показала вот это. Да, 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 это было брутально. Тебе, всей трибуне, и ты покинул стадион. Она вернула спиной, сделала вот так, да, и там. Это еще до того, как это стало мейнстримом до Даниила Медведева. Тысяч в Дайтоне Бич. Она играет, играет в какой-то там матч, и вдруг что-то происходит. Она играет в финал с Мертенс. Так. Вот, она выигрывает первый сет, играет хорошо, во втором чуть-чуть засыпает, вот, и начинает чуть-чуть заводиться. И я говорю, Даш, ну, как бы, надо что-то делать, чтобы выигрывать. И она делает так. Я разворачиваюсь, ухожу, и она выигрывает 36-0 за 12 минут. Ну, был, да, такое было. И какой был у вас разговор после? Да, кстати, очень спокойный. Вообще очень спокойный. В Америке. Показать факт. Трибуне. Ну, да. Саш, я не верю, что ты эту спустил просто так. Не, ну, мы поговорили просто, ну, не очень, конечно, со стороны, наверное, не очень смотрится, но, ну, всякое бывает. Даш, получается, что в Тольятти, в Тольятти, есть теннис. В Тольятти есть теннис, но нет солнца. Это дорогой вид спорта. Как родители находили средства для того, чтобы тебя поднять на ноги? Ух, сложно, но у нас был дом, родители построили дом, и пришлось его продать. Вы продали дом? Да. Чтобы ты стала профессиональной теннисисткой? Ну, да, там были и долги, и все на свете, поэтому, да, пришлось продать дом. Я очень сильно плакала, потому что у меня в комнате были зеленые обои фисташковые, которые, да, я всегда хотела. И я помню, прям, когда мы уже уезжали, вот, ну, прям, все, уезжаем из дома, я прям вот так вот к стене, так вот оперлась на стену и такая попрощалась с домом и уехала. Сколько тебе лет было? По-моему, 12. И уже родители поняли, что ты станешь спортсменкой? Я не знаю, поняли они или нет, но я очень хотела, и что сделаешь, когда ребенок очень хочет. Мам с папой счет потом тебе не выставляли? Как-то принято в женском туре, в особенности. Слава богу, нет. Мол, Дашуля, помнишь? Такой ты год. Нет, ну, мне не надо выставлять счет, я... Все сама понимаешь? Да, я им помогаю, вот, так что все, что им нужно, я им вообще без проблем. Даже если им что-то не нужно, я им все равно это дам. У тебя не было спонсора, только родители? Да, только родители. Не крышевали, не приходили бандиты, не говорили, девочка хорошая из 90-х. Дайте-ка, мы поможем, а вы нам потом отстегнете. Ну, насколько я помню, пару раз всего такое было. Так. Но я вообще не знаю, подробности я была очень маленькая, естественно, мне об этом не рассказывали. Вот, это можно спросить там, я не знаю, у родителей или у Сани. Но у меня нет, у меня не было ни спонсоров, никого. Может быть, приходили, но всегда... Единственное, что я знаю, что всегда предложение, которое они выставляют, это полная... Ерунда. Ну, это очень, мягко говоря, ерунда. Там, как бы, они тебе дают 10 рублей, а хотят 150. Это проценты, должна потом с каждого тренирова возвращать, там, условно, 40 процентов, это такая. Ну... Замнутый круг. Да, и, короче, это как кабала, знаешь, в итоге. Остаешься в этом надолго. То есть ты просто, не знаю, self-made, теннисистка, которая сделала себя самостоятельно, была родителем. Причем осталась еще в хороших отношениях с мамой и с папой. Ну, да, это самое главное. У нас, да, странноватый был город. То есть, условно, можно было пойти, там, за хлебом в соседний квартал. Ну, просто, мы жили в 10-м квартале. Можно было пойти, там, в 12-й, вот, и получить по башке просто, потому что, ты что, ты с какого квартала что здесь делаешь? Ну, реально... Пересек границы. Реально такое было, да. И вот школа, в которой я учился, лицей, ну, достаточно хорошая школа была. И была рядом школа, не такая благополучная. Ну, вот, и ребята, бывало такое, да, что ребята с той школы прям такие ждали таких каких-то, знаешь, лошков, чтобы денег забрать у них. Ну, условно, проездной могли отжать. Ну, просто, чтобы потом перепродать. А у тебя отжимали что-то? У меня проездного не было, потому что я жил в пешей доступности. Класс, где я учился, у нас были ребята такие, которые, знаешь, были в тренде, скажем так. Вот, у нас была защита вот у ребят, которые учились со мной вместе, у меня. То есть мы как-то, ну, нормально пережили это время. Вас крышевали? Ну, не то, чтобы крышевали, но, знаешь, такой вопрос, типа, ты этого знаешь. А, ну я вот этого знаю. А, ну все, ладно, типа, свой. Ну, такое было, да. То есть можно было именами козырять, если вдруг кто-то... Знакомство это было очень важно, да. Типа, если ты с кем-то общаешься... А с кем ты знаком был? Пусть даже не близко. Ну, вот у нас Алексей был такой в классе учился, вот он так... Наверное, он жил в самом жестком квартале. У нас был 15-й квартал такой. Люди, которые сидели на лавочке, вот каждый, кто сидел на лавочке, можно было подойти там и найти героин запросто. То есть это был какой-то супер популярный наркотик, и было супермодно его употреблять. Я не знаю, почему. Вот очень странные были времена. Вроде бы хороший город, ты можешь там в теннис играть, условно. Там с 98-го года у нас центр европейского уровня, да. Но и в то же время присутствуют вот такие вещи, что можно там и здоровья лишиться, просто на ровном месте, потому что не туда зашел. Это очень странно. У тебя одноклассники употребляли? Ну, вот этот вот парень, да, он после школы ушел в армию. После 9-го класса ушел в армию. Ну, естественно, как бы связь потеряна была. Но потом уже как-то через знакомых узнали, да, что он после того, как с армией пришел, от передозировки умер. Беднота как раз способствовала этому. То есть за копейки... То есть людям надо было как-то, да, уходить от этого. Очень легко было ребят из небогатых семей подсадить на эту штуку. Ну, это так, мое мнение. Просто, ну, видно было, да, что этим занимаются не люди из благополучных семей. Ну, вот люди, которые весь день сидят на лавочках и что-то, естественно, не ходят, не учатся никуда. И ищут как бы им что-нибудь с собой сделать. А про тебя употребляли героин? Ты видел вообще, как это происходит? Ну, я видел, да. Но не внутривенно. А расскажи. Ну, а что? Ну, они берут просто порошок, нюхают где-нибудь, ты знаешь, за кустом. И все, и погнали. Это одноклассники? Нет, нет, нет. Это просто люди, которые... Ты проходил мимо и просто увидел? Знакомы. Да их много было вообще. Вот идешь по улице, ну, и ты как бы видишь вот этих чуваков, у которых стеклянные глаза и зрачок просто в точку. Вот, ну, не знаю, какого размера, там, как иголка. Вот. Их очень легко заметить. Ну, было много людей такие, действительно. Наверное, в любой провинции были такие проблемы. Я не удивлюсь, если и сейчас они есть. Если бы, там, ты меня спросил три года назад про Тольятти, хочу ли я туда вернуться по итогу и там условно работать потом, да, когда-то, скорее всего, я ответил бы да. Так. Сейчас я тебе так уже не отвечу. Мне поразило, что вообще ничего не меняется. В лучшую сторону. Заморозка такая. Вот город какой-то просто стареет и стареет, знаешь, естественным путем. Ну, город, это что не человек, с города можно что-нибудь сделать. Вот. Такое ощущение, что людям все равно. В один момент что-то щелкает и изменяет. Друг от друга подустали, все-таки проводим вместе, да, чуть-чуть не весь год. Ты хотела закончить карьеру. Да. Правда или ложь? Правда. Это было после разговора с твоим тренером Филиппом как раз в Петербурге после того, как ты проиграла Замонаревой. Да. Что у тебя в голове? Как ты могла такое вообще произнести? Объясни мне. Ну, я это не то, что произносила, но это долго обдумывала. Но, кстати, в общем-то, Филипп меня на эту мысль и натолкнул. Закончить карьеру? Ну, в этом разговоре, да, ни с того ни с сего он решил сказать, что если мне это не нравится, если меня к этому не тянет, то, возможно, мне нужно подумать о том, чтобы чем-то другим заняться. Ты просидела в номере в Петербурге несколько дней после этого разговора? Да, я просто... Ну, разговор закончился. Ну, там даже не разговор, там был монолог больше. Филипп закончил. Я говорю, ты закончила? Он говорит, да. Я говорю, хорошо. Ну, я взяла сумку и в слезах ушла в номер. И оттуда, да, два дня не выходила. Ты его винишь за это? Ну, чуть-чуть, да, может быть. Ну, по крайней мере, я не понимаю. Когда сезон начинается ни шатка, ни валка вообще, а тут еще человек, который всегда говорил, что он будет за меня, он будет в нем вообще семья и все такое, говорит мне такие вещи, но, конечно, это сильно бьет. Даша, слушай меня. Этот матч еще не закончился. Если вы думаете, что это закончилось, мы будем менять работу, ты и я. Понимаете, что я имею в виду? Я не хочу менять работу. Это挑戯 вашей карьеры. Нет. Смотрите, смотрите ситуацию. Попробуй! Грубо говоря, мой сезон, я решила, что будет построен на том, что я буду докатывать и доигрывать турниры. Просто зарабатывать, да? Да, зарабатывать деньги, что-то где-то, может быть, пройду. И я приехала в Индиан Уэллс. И не поверишь. Короче, там, ну, туда все обычно теннисисты приезжают с семьями, с женами, со всеми. Ну, и все наши парни тоже приехали с женами. Да, там была Вероника Хачанова и Аня Донская. И мы сидели, что-то... Я там вообще особо не тренировалась, так что у меня времени было много свободного. И мы сидели что-то вместе, то ли обедали, то ли кофе просто пили. Ну, и у девчонок тоже зашел разговор там про мотивацию там у их мужей и все такое. И я давай про себя там рассказывать, рассказывать. Ну, и, кстати, они меня очень сильно поддержали тогда. Ну, я как-то пересмотрела свое видение о том, что происходит. Повезло, что я ни хера больше не умею и ничего было делать. Да, поэтому пришлось задуматься. Ну, прям жестко было, на самом деле, мрак. Я не знаю, как еще сказать. В турнире в Дубае просто произошел какой-то... Ну, у меня никакого не было, чтобы я себя просто на корте... Ну, била, короче, себя на корте. Там пощечины себе давала, ракеткой по ногам себе офигачила. Слава богу, ничего не сломала. Ты хотела себе сделать больно? Очень. Максимально. Потом я там могла прийти в номер, просто сесть в душе и там просидеть... Ну, прям вот сесть в душе и сидеть в душе, там, не знаю, час-полтора-два вообще. Я ни с кем не общаться не хотела. Ты себя не резала? Ну, нет. Ну, не настолько, нет. Не до такой степени? Нет, просто за что-то мне хотелось себе сделать больно. Наказать? Наверное, за то, что я проявляю такую слабость. Ну, да. Ну, и за то, что у меня, наверное, не получается, я не могу это преодолеть. Вы молодые, очень богатые, успешные. В 20 лет ты рублев, список можно перечислять, в депрессии, ищущие себя. Людям ни на что жить, мне нечего есть. А есть ли вы молодые спортсмены, теннисисты, которые путешествуют по всему миру, играют на турнирах и зарабатывают такие бабки, и вдруг жизнь не сказка оказывается для вас? С чем это связано? Ну, не все в итоге про деньги. Тут хорошо сыграл, там плохо, непонятно, кто хороший, кто плохой, кто тебе желает добра, кто зла. Тут еще в теннис, да, нужно играть, тренироваться, выкладываться. Там, не дай бог, что-то случилось у кого-то из близких. Ты такой, а-а-а, что с этим делать? А тебе не кажется, что это эгоизм? Что все круизны? Что круизны? Мы эгоисты, все эгоисты, что все-таки нам что-то сделают. У тебя была когда-нибудь зависть к девочкам, потому что ты, получается, это Кенин, то же самое поколение, да, это спортсменка, у нее шлем. Там про Оску мы уже говорили, Иго Швентек, да, суперталант, но, тем не менее, тоже шлем. И есть Дашка Садкина? Ну, есть, конечно, зависть. Конечно, тоже хочется. А зависть, она какая? Ну, слушай, для меня вообще зависть, это не плохое чувство. Для меня зависть, это как, ну, как направление, то, чего ты хочешь иметь. Ну, то есть у кого-то есть то, что хочешь ты, конечно, ты чувствуешь внутри, что ты тоже этого хочешь. Ну, для меня это как бы нормально. Чем они лучше, чем ты? Для меня ничем. Просто так складывается. Веришь, что ты выиграешь шлем? Да. Сейчас да. Серьезно? Спроси меня об этом полтора года назад, я бы тебе сказала нет. А в 18-м году ты чувствовала, что можешь выиграть шлем? Тодор Лангорос, который сыграл четверть, я чувствовала, что я могу выиграть. Впервые я вот это почувствовала, и, ну, было прикольно. Я тебе так скажу, было прикольно. Есть фан-клуб Касатика, где больше всего всегда обсуждается, что с подачей у Даши. А что с подачей? Вообще-то, я так скажу, на последнем турнире у меня было, я вторая по эйсам. Слушай, я свою подачу улучшила, это 100%. Ну, была проблема же с ней, это была Ахиллесова пята. Слушай, была, была писть. Писть? Назвали, что они не знали. Прикинь, подходишь, блин, я не знаю просто, какую аналогию провести. Ну, вот ты ведешь эфир, и понимаешь, что слово, какое-то слово важное, которое тебе нужно говорить там каждый, допустим. Здравствуйте, например. Нет, здравствуйте, ты говоришь в начале, а потом у тебя как бы нету здравствуйте. Это какое-нибудь прям важное. Ты его просто не можешь сказать. Ну, прикинь свою речь. Ты же на тренировке выполняешь этот элемент, выполняешь ок, а потом происходит момент какой-то в матче, тебе нужно подавать и здравствуйте там три-четыре двойны в гейме. В гейме. Слушай, момент не изучен, до конца еще не изучен. Слушай, это от неуверенности, это же бывает, это тоже по накопительной идет, бывает окей-окей-окей, потом в каком-то матче там почему-то вдруг. Вдруг тебя зажало, ты там подал несколько двойных, и вдруг решил, что твой мозг решил, не ты решил, твой мозг решил, что надо продолжать. Вот же оно, надо продолжать. Ну, и вот оно как-то идет, идет, и ты это не контролируешь вообще. Ты же, блин, встаешь, ты понимаешь, как тебе надо делать, что надо делать, ну ты не можешь. А тебе стыдно вот момент, когда раз двойная, два двойная, три двойная? Блин, не знаю, стыдно это как-то назвать, но ощущение просто ужасное. Ты не понимаешь, что тебе поменять. Вроде ты все делаешь правильно, но рука, она как вермишель просто, и даже хуже, я не знаю. Ну эти двойные, они же не просто двойная, там, знаешь, аут. Блин, корень, корень сетки. И ты такой, блин, ну я еще настолько лох, чтобы, блин, подать в корень сетки. Три двойные, серьезно? И ты уже просто там подаешь вторую, ты смотришь на тренера и ржешь. Потому что, ну, не знаешь, что делать. И тренер не знает, что тебе сказать, потому что, ну, ничего не скажешь. Ребята, я в Барсе. Это академия, где я тренируюсь, моего тренера Карлоса. Она немного отличается, конечно, от Тольятти, особенно, когда я там была сейчас в феврале. Вчера погода была, на самом деле, получше. Сегодня немного облачно у нас, но все равно я вот могу тренироваться в шортиках. Вот так выглядит фитнес. Вообще все есть для хорошей работы. Вот с этой штукой я больше всего работаю. Но здесь очень крутой ресторан. Нереально вкусная паэллия, так что это, вообще, я считаю, достоинство академии. Мы должны держаться за ресторан всеми руками и ногами. Дашек, ты у нас все-таки в Барселоне. Добралась. Расскажи, пожалуйста, почему Барса – лучшее место для тенниса? О, причин-то уйма. Начнем с того, что здесь очень вкусный хамон. Да. Это первая причина. Паэллия, да, вино опять-таки. Все как бы шикарно. Все располагает к тренировочному процессу. Море. Вот. Ну, а если серьезно, то здесь всегда хорошая погода. Здесь очень любят грунтовые покрытия. Здесь очень классно тренироваться на грунте. Много с кем можно тренироваться. То есть много в округе девчонок, которые играют. Поэтому очень удобно. Ты же в Словакии тренировалась, получается, до Барса. Причем там такие были непростые условия. Ну, я имею в виду не лухари, как принято это говорить. Не лухари, да. В лесу. Ну, и здесь не лухари. И здесь не лухари, на самом деле. Европейцы, особенно испанцы, итальянцы, они вот в плане там организации всего очень простые ребята. Им главное, чтобы был корт, пара гантелей в тренажерке. И им как бы, ну, этого достаточно. Главное, чтобы, ну, еда вкусная в ресторане была. Все остальное, как бы, можно притереться. А где дороже тренироваться? Все-таки в Барсе или в Словакии? Жилье, может быть, здесь стоит подороже, чем в Словакии. Все-таки Барселона и Тернава, это немного разное. Вот, поэтому если взять только тренировки, то, я думаю, разницы нет. А если вот еще так же проживание, еду, здесь будет подороже. Квартиру ты хочешь в Испании купить? Есть такие планы? Либо все-таки Россия-матушка тебя зовет обратно? Сложно сказать. Честно, пока мне в Европе очень комфортно. Покупать пока ничего не планирую. Все-таки карьера, не знаешь, куда тебя занесет в следующем году. И на как-то покупать там что-то дорогое и потом уехать как-то, ну, тоже не хочется. Поэтому пока я снимаю и хорошо. Я правильно понимаю, что от тебя отказался Nike? Да. Это прям проблема? Они платили это или это был бардат на какой-то контракт? Технический спонсор, они предоставляют тебе шмотки, обувь? Или они платили? Нет, они предоставляли и платили, да. У меня с 2015 года был контракт. Ну, то есть, пять лет. А что произошло? Я понимаю, что ты опустилась в рейтинге, но я читала, что в этом году вообще они отказались от 15 игроков, тенисистов. Ну, у них своя политика, они больше, конечно, настроены на американский рынок, русский рынок им как бы не особо. Не, ну, это правда. Говорят, что все финансовые потоки идут на ту же Наоми Осако. Ну, слушай, если на самом деле смотреть как бренд, то Наоми, это, конечно, это и Япония, и Америка, и вообще комбо. Так что, понятное дело. Я бы, может быть, на месте Nike тоже себя бы не подписывала, знаешь. И у тебя сейчас вот эти остатки сладкие, да? Остатки сладкие, да. Слава богу, у меня их много, за пять лет накопилось. То есть, ты играешь в то, что вот у тебя есть сейчас? Ну, пока да. А что будешь делать, когда это все закончится? Слушай, я надеюсь, к тому времени я уже найду что-то другое, да. Это существенный был, там, не знаю, процент твоего дохода в год? Ну, был нормальный, на самом деле, для... Учитывая, что я как бы русская. Ну, окей, 100 тысяч. В районе. В районе 100 тысяч долларов. Да. Ну, плюс они пластили еще бонусы за выигранные турниры, да. Там на шлемах они платили, по-моему, с четвертого круга, может быть. Четвертого и дальше. Поэтому, да, нормально выходило. Для тебя сейчас это проблематично. Ты не находишься у нас в десятке. Ты нормально зарабатываешь, но, тем не менее, это не топ-10. Это там не всегда крупные турниры. Это не такие уж большие призовые изначально. Тем более сейчас, когда все срезали. Ну, слушай, накопилось, как бы, так что подушка безопасности есть и, ну... А сколько она тебе позволит играть еще, допустим? А если я вообще ни цента больше не заработаю никогда... Ну, давай, не дай бог, мы такую картину нарисуем. Ну, слушай, за конец карьеры мне хватит. Серьезно? Это за один год получается? За один-два года успешно ты так здорово заработала? С 2016-го, считаю. С 2016-го, с твоих первых как раз успехов и титулов. Ну, да, вот когда я начала, вот, полный, начиная с полного моего сезона, WCA, вот, да. Рублев говорил, что он в год тратит на Академию, вообще на свою команду где-то порядка 600 тысяч евро, что-то такое. Ты тренируешься тоже, как и Андрей, в Барселоне, в Испании. У тебя сколько стоит оплата в год Академия? Андрей говорил про свой, да, самый лучший сезон. Я тебе могу сказать про свой самый лучший сезон. Столько же, сколько у Андрея. 600 где-то это стоит. Ну, да, столько и получилось. И ты возишь с тобой, получается, тренера, Саша с тобой, твой тренер. На тот момент, да, был тренер, Саня, фитнес-тренер. Иногда я возила другого фитнес-тренера, иногда на крупные турниры я возила физиотерапевта. Плюс бонусы, плюс отели, плюс билеты. Иногда бизнес-класс, куда нужно, далеко, там я и тренеру покупала бизнес-класс. Да, в общем, вся вот эта катавасия выходит. 600 тысяч. Насколько ты сейчас ремешок подтянула? Ну, 19-й не особо подтягивала, потому что я практически до конца сезона, я все равно оставалась там топ-30. И у меня еще оставались там по контрактам, там налоги возвращали, еще что-то. Поэтому у меня там нормально получилось. У меня даже при том, что я играл просто ужасно, да, у меня получился миллион. Как бы не особо подтягивало. Вот. Федерация теннисов России как-то участвовала финансово в вашей карьере? Хорошо, просто. Ну, очень косвенно, я бы сказал, так. Очень косвенно. Ну, какие-то вещи... Точно, они оплачивали точечные ваши расходы. Я не понимаю, какова система, ну, то есть, как это происходит, да. Ну, да, точечно, вот именно точечно. То есть, ты подаешь документы, вот мы там съездили туда-туда-туда-туда, вот все отчеты. Что-то вернули, что-то возместили, что-то нет. Они же вам тоже предлагали контракт, как практически всем, да, игрокам. Но контракт, как и говорила Даша, и многие спортсмены, такой не очень гуманный. И он странный, он составлен, ну, как будто бы, ну, я не знаю, абитуриентом. Не очень профессионал, да? Да, да, да. А федерация как-то обязуется помогать с инвентарем. Я думаю, каким инвентарем мы что, спортивной гимнастикой занимаемся? У них у всех контракт, как бы, странная история. И вообще, знаешь, вот стиль формирования фраз был очень странный. Ну, то есть, мама вот его читала прям. Я, честно, тогда самоустранился, потому что я сразу понял, что никто не будет это подписывать. Мы можем говорить о том, что если бы ни ты, ни мама, ни папа, ни продажа дома, Даши Касаткиной бы как-то не все-таки не было бы. То есть, федерация здесь никаким образом вам руку помощи не протягивала? Это интересный вопрос. Ну, наверное, можно так предположить, да. Мне хочется верить, что даже если бы у нас не было денег, Даша смогла бы добиться чего-то. Но если ставить вопрос там в плоскости того, помогла бы федерация ей стать финансово, стать профессионалом, ну, мы не знаем, но есть огромные сомнения в том, что помогла бы. То есть вам пришлось продать дом в Тольятти? Ну да, было дело. Ну, это же неправильно, когда у тебя есть огромная федерация во главе с Шамином Торпищевым. Сань. Да, да, да. Сань, я об этом думаю, когда сижу на US Open. Знаешь, там есть такой садик перед входом, вот на основной корт Артура Эши. Вот, я поднимаю голову, там сидишь с кофе, понимаешь голову, там написано большими буквами Billie Jean King National Tennis Center. Я думаю, национальный теннисный центр Billie Jean King. И я, и у меня сразу ассоциация, я вспомнил наш национальный теннисный центр. Я думаю, мы же великая держава. Мы великая теннисная держава. Не только теннисная, да, не только теннисная. Ну, я с тобой согласен, конечно, безусловно. Ну, должно быть по-другому, должно быть намного лучше. Я уверен, что мы можем лучше. Я уверен, что мы можем лучше. Наверное, надо хотеть. Встречалась ты с парнем, который от тебя требовал. Только бабосики. И ты ему была интересна не как Дашка Касаткина, а как успешная Даша Касаткина. Ну, окей, бабосики от меня никто не требовал. Но был, да, парень, который как бы, ну, сейчас уже смотря назад, я понимаю, что Особыми прям чувствами он ко мне не пылал. Ему что-то другое было интересно. Как ты это поняла? Легко. Слушай, например, сколько он там билетов всегда просил на тот же условный кубок Кремля. Просто миллион. Он там козырялся перед друзьями. Что ты его девушка. Ну да, и всякое такое. Что мне, кстати, не очень нравилось. Ну, а что поделать? Долго продлилась эта история? Да нет, не очень долго. Ну, меньше года. О, ну это срок все равно. Ну, срок. Ну, учитывая, сколько я ездила, в общем-то, вместе мы были не прям много. А ты его брала с собой на турниры? Не. А если бы он сказал, дай-ка я буду с тобой путешествовать? Могла бы оплачивать его? Не. Сразу бы все отпало бы? Ну, я думаю, да. Ну, это прям бы такой сильный колокольчик был, слушай. Угу. Ладно бы еще сам предложил. Ну, оплатить и поехать. А тут еще я, ну, это вообще. Ну, чтобы так сказать, я не знаю, кем надо быть вообще. Альфонсом. Да, со стажем. Со стажем. Да. У девочек, опять-таки, в туре есть какие-то два варианта. Вот, или мужчины, которых они содержат, получается, вывозят. И есть еще одна каста, тоже я ее очень люблю, это когда девочки заводят отношения с своими тренерами. Вот объясни, у нас в теннисной сфере журналистов любимый пример это Путинцева и Кислянский. Ты ни разу, блин, не похлопал, когда я мяч выиграла, сидишь, там видео свои смотрят. Ты что, совсем, что ли, совсем ненормальная, что ли? Как это вообще работает? Одно дело, когда ты живешь с парнем, а другое дело, когда ты живешь с парнем, ты ему платишь зарплату, а еще периодически на него орешь на теннисном корте, называя его разными словами. Ну, я, честно, не знаю, как это работает, в плане того, как это вообще держится. И, ну, я не знаю, ну, по мне это не очень тема. Не очень тема, когда девочка платит тренеру и с ним же и спит? В том числе, наверное. И в то же время я не понимаю, как можно во всей этой атмосфере, как бы, продуктивно, там, работать. Ну, я не представляю. Но вы ржете в туре, когда вот это все видите, когда эти видосики появляются? Ну, конечно, ржем. Юля тоже ржет. Ну, что? Как тут не поржать? Ну, это же смешно. А у тебя не было в какой-то момент такое разочарование в мужчинах и ощущение, что ребята, вот сейчас тебе просто не подходят по складу, не знаю, по финансовым возможностям? Ну, слушай, если ищешь, то найдешь. Но я просто не ищу, поэтому... Ну, не, прям разочарования не было. Я знаю, что есть хорошие парни, как и есть плохие парни. Так что... Вот я с рублем такую историю делала, хочу с тобой. У тебя много каких-то предложений интимных в директе? Даши, пойдем поужинаем. А, ну да. Сердечки, цветочки. Да, еще кафталя тебе приезжают тоже много, да. А диквики есть? Не, вот мне на это везло буквально, может быть, один, там, вообще, как-то, слава богу. Ну, слушай, мое детское лицо все-таки мне в этом помогает. А там и серия. Мне часто пишут, дай понюхать свои носки. Что-нибудь такое изврат есть какой-то? Есть, да, моя любимая, один человек мне написал, что-то я хочу выпить воду из ванной, которая там лежала, знаешь, что-то такое, думаю, нет, лучше не надо. Please help me die money. Деньги больше всего просят? Денег просто задолбай. Лучше б диквики, реально. Чем-нибудь иди. Друзья, вы знаете, что делать? Аккаунт Дарьи Касаткиной появится прямо сейчас. Написала девушка, что она хочет быть моей герлфренд. О! Да. Я не поверю, что к тебе не проявляли внимания девочки теннисистки, честно. Ну, теннисистки нет, я говорю, нет. Ну, слушай. А что, ты хочешь, чтобы они, ну, ко мне в кабинку в душе зашли? Ну, может быть. Ну, ты же чувствуешь, когда ты нравишься человеку, не просто визуально. Он хочет что-то нечто больше. Ну, слушай, ты же говоришь, прям приставала. Нет, ну я же не говорю, чтобы тебя за сиськи там трогали. А так, иногда одного взгляда понятнее все. Ну, слушай, ну бывает иногда. И никогда не было мысли даже. Чего, с теннисисткой нет, конечно. Даш, я хочу с тобой поговорить про важную тему для любой девушки, даже для любого человека. Это про любовь, отношения, секс и даже одиночество. Ты вообще сейчас чувствуешь себя одинокой внутри? Одинокой я себя не чувствую, это точно. Бывает, конечно, сложно, что всегда заходишь в номер, и вот ты один сам с собой, с таким, какой ты есть. Как бы маска снимается, мысли все начинают циркулировать в голове. Но мне кажется, это круто, потому что благодаря этому я начала себя лучше понимать. Ну, то есть я считаю, что побыть с собой наедине, этого не нужно как бы бояться. И быть одному, это тоже не страшно. По мне хуже, когда ты постоянно хочешь быть с кем-то, и ты не можешь остаться с собой наедине. Вот это уже как бы такая тема, почему ты себя боишься. Иногда я даже хочу побыть одна. Вот, например, сейчас в Мельбурне, когда, получается, у нас с братом были смежные номера, когда мы были на карантине. Потом мы жили в одной квартире с тренером и с братом. И в какой-то момент я думаю, да, блин, я уже хочу побыть и одна, знаете ли. В девочках в туре достаточно сложно найти себе вторую половинку в связи с тем, что вы много зарабатываете. Соответственно, не каждый молодой человек может соответствовать вашему уровню дохода. И вообще вас не бывает на одном месте. А не кажется ли тебе, что еще и в связи с этим, что любой девушке все-таки нужна и любовь, и какая-то поддержка, и какая-то интимность, появляются пары именно в женском теннисе, девушка с девушкой. Такая история, главное не быть одной. Каждый кейс, он разный. Но, возможно, да, потому что по-любому есть люди, я знаю людей, которые просто, они не могут быть одни. И вот, неважно, вот отношения все, я в отношениях, постоянно это нужно. Некоторые, наверное, просто вот они встретили человека, который им так сильно нравится, и да, они тоже решили быть в отношениях. Почему в спорте так мало камин-аунтов? Мне кажется, девочки все-таки побольше говорят в своих отношениях. У ребят вообще это из серии. Если спортсмен, у тебя тестостерон, ни в коем случае. Там тоже буквально несколько примеров можно вспомнить у ребят. Но все равно это на порядок меньше, чем условные артисты, певцы, исполнители, люди, ну, культуры, да, и шоу-бизнеса какого-то. Почему в спорте это не принято? Сложно. Мне сложно на это ответить, учитывая, что в России у нас просто это воспринимается очень в штыки. Ну и вообще не только в России, в мире, в Европе, да, как бы этого меньше, более толерантные люди. А так в мире, ну, вообще не очень это воспринимается и до сих пор. Поэтому многие просто боятся, боятся осуждений, боятся, кто-то боится потерять рекламные контракты, например. Поэтому причин очень много. Но те, кто об этом говорят, они молодцы, безусловно, как бы. Что скрывать того, какой ты есть? Ты рассказывала, что проявляли внимание девочки, девчонки, но не теннисистки. Ты несколько раз это подчеркнула, что секс с соперницей под запретом вид спорта очень конкурентоспособный. И, в принципе, тебе интересен сама эта структура, да, чтобы познать обе стороны. Ты можешь сравнить внимание мужчины и женщины к себе? Оно разное? Конечно, разное. Женщины как-то получше, что ли, знают, как закинуть удочки правильно. Что сказала? Зацепить. Да, ну то есть знает, как что работает. Ну, лучше знает психологию, естественно. Девушка лучше знает, что нужно девушке. А что тебе комфортнее, что тебе интереснее? Хороший вопрос. Я пока в познании. В познании, да? В познании, да. Ну, это интерес такой, да, можно сказать? Юношеский, возрастной. Ну, слушай, как я уже сказала. И там, и там плюсы, почему бы и нет. А отношения с девушкой, это ок для тебя? Именно отношения? Ок. Ну, наверное, с девушкой всё-таки connection. Более connect me. Ну, то есть лучше друг друга понимается. Всё-таки между мужчиной и женщиной есть много очень недопониманий. Я думаю, между женщинами их меньше. То есть это близость такая душевная. Ну, да. Ну, да. Плюс в эмоциональном плане тоже. Всё-таки женщины более эмоциональные. И на уровне эмоций, я думаю, понимают друг друга лучше. А важно для тебя определить, кто ты? Конечно, хотелось бы понимать себя лучше. Точно знать, чего я хочу. А не так, что меня спрашивают даже, что ты хочешь. А я даже не то, что у меня вариантов несколько я выбрать не могу. А просто непонятно, что я хочу. Естественно, хочется знать там. Прям. Наверное, я никогда не буду точно знать, кто я и что мне нужно на сто процентов. Но хотя бы по чуть-чуть себя каждый день чуть лучше узнавать. Было бы прикольно, да. Слушай, я не знаю. Спроси меня через пару лет, я тебе отвечу. Даша, мы у тебя дома. Да. Папочка сидит, телевизор смотрит, мамочка там колдует на кухне. Будет пить чай с пирогами. А где святая святых где? В комнате твоя. А, комната? Да. Пойдёмте. Пойдёмте в комнату. Боже мой. Слева от вас. Алтарь. Барса. Просто. Сколько тебе тут лет? Слушай, это мой первый поход на Компно. У меня тут лет, по-моему, 14. Ты очень счастливая. Да, я потом в следующий день турнир выиграла там тоже. Ну, короче, вот так. А самый запоминающийся поход на футбик? Ну, это он и есть. Первый? Первый. И Барселона выиграла 7-0 тогда. Класс. Да. А на каких ты ещё матчах была? Я уже все не вспомню. Я была на Барселоне-Милан, дига чемпионов. Барселона-Бате, Барселона-Севилья. Много. На Эль-Классика ещё не была очень, хочу. Рублёв знаком с Пике, а ты? У меня с ним фотка, но так как Рублёв, я с ним не знакома. Ну, ты бы хотел с Месси, да, наверное, поближе? Ну, очень, конечно, да. А был бы какой-то вопрос, который ты хотела бы задать Месси? Или что-то ему сказать? Нет. Просто прикоснуться? Просто, да, просто познакомиться. А тебя бы зажало, если бы ты увидела Лео? Конечно, учитывая, что я не знаю испанский, а он не знает английский, я думаю, зажало бы, конечно. Ну, спортсмен-спортсмен это поймёт. А с кем из футбиков ещё общаешься? Ты говоришь, что там были? С Артур Мелло. Так. Вот он играл в Барселоне в этом году, он перешёл в Ювендус. Мы с ним в теннис играли. Серьёзно? Этим летом, да. Я к нему ездила в гости, в горы. Ну, не в горы, а в горах был дом. Ну, там аргентинское мясо жарили. Классно было, да. Артём Дзюба, дай петюху. Как ты вообще придумала это видео, Даша? Ну, как-то очень легко. Ну, сразу. Ты с ним играла в теннис. Давай объясним. Да, в Питере. В Петербурге. Потом произошла эта история с его хоум-видео, скажем так. И я вспомнила, что у нас есть фоточка с ним, где мы вот так вот, значит, делаем. Той самой. Той самой правой рукой. И я такая, ну, блин, а почему бы и не прикольнуться? Ну, и прикольнулась. Почему вот я вижу фотографию на Даля, а где твоя фотография с Рафой? Там в сердце. В сердце? В сердце, да. Ну, я не знаю, я не распечатывала. Ну, она и не очень хорошего качества, на самом деле. Там на четвертый айфон было снято. Там пиксели. И эффекты из инстаграма еще того. Там плохо все, да. Она в инстаграме только осталась. А ты когда видишь его на кортах? Да, у меня, да. Серьезно? Я не могу себя нормально вести. А как ты себя ведешь? Ну, по-тягу, что я Рафа Надаль. И ты же. У меня волос чуть побольше, правда. Как ты себя ведешь? Ну, блин, ну, просто есть такой, знаешь, такой небольшой мандраж. Еще сейчас на Стренопен. Ну, потому что у меня тейнер испанец. А все испанцы, ну, они дружные очень, вот. И мы сидели с Карлосом, обедали на кортах, получается. И проходила Рафа, и он всем дал питье, а не мне дал питье. Боже. У меня просто вот это ба-бам. И думаю, вот, отлично. Ты же выпрашиваешь тренировочку с ним. Да. И не только я, Карлос тоже хочет, чтобы я с ним потренировалась. Тебя зажмет больше, чем на дельном турнире. Ну, да. Ну, вот что. Как зажмет, так и разожмет, я надеюсь. Буду хоть как-то перебивать. А он вообще с девочками тренируется? Вот он с шарапкой, помнишь, в Риме тренировался. Зацепка. Что есть такая возможность? Зацепочка. Сергей и Татьяна, замечательные родители Дарья. А слышали, что в 22 года девочка хотела карьеру закончить? Нет. Ну, мы не слышали, но предполагали. Не слышали. Нас об этом не повещал никто. Как бы вы отреагировали. Нас пощадили. Если бы это услышали. Ну, наверное, многие родители не из плохих побуждений, естественно, из хороших. Очень хотят своего ребенка видеть вот таким вот, вот таким, как я хочу. Ну, так не бывает. Нельзя заставить человека прожить твою жизнь или прожить жизнь, какую ты хочешь. Она должна жить свою жизнь. Даже если при этом ты будешь годами с ней не видеться, еще что-то там. Поэтому я считаю, что у нас вот что Дашу, что Сашу, мы их просто воспринимаем такими, какие они есть. И живут они свою жизнь. Мы их, может быть, очень рано отпустили. Может быть. Но отпустить надо вовремя. Я считаю, мы это сделали вовремя. Не должны они жить нашу жизнь. Я с удовольствием их приму вот такими, какими они есть. Поэтому вот... Ребенок, мы тебе сильно мешаем. За пять тысяч километров. Где? Сейчас? В твоей жизни, в твоей карьере? Вроде нет. Вроде нет. Вот и все. В твоей карьере, в твоей карьере, в твоей карьере. Та-та-ра-та-та-та... Та-ра-та-та-та... Та-ра-та-та-та... Даша, ты же два раза уронила крышку от этого кубка. Да. Так хотел, так руки трясли еще. Знаешь, обидно. Трезвая была. Ладно бы уронила там во время празднования какого-то, а так просто, ну, наклонилась бывает. И крышка улетела, и теперь она закрывается не так, как должна закрываться. И сейчас, буквально пять минут назад, это тоже, да? Ну, да, но это уже как бы последствия. Первый раз, конечно, было обидней. Многострадальный кубок. Ты как-то отпраздновала все-таки по-настоящему эту победу? Блин, ну прям по-настоящему в плане тусануть так не получилось, потому что, ну, ко мне одна подруга только смогла приехать, да. Плюс все-таки я немножко опасаюсь все еще в плане ковида. Не хочется все-таки подцепить ничего, знаешь, посреди сезона. Поэтому я стараюсь аккуратно. Плюс реально устала и уже просто хотелось компанией нашей, моей командой посидеть и просто спокойно провести вечер. Но Александр Иванович Медведев наставил, чтобы ты заполнила этот кубок шампанским. Да. Но почему нет? Не только Александр Иванович. Так, блин, кто его мыть-то потом будет? Ну, отмыли бы потом у тебя этот кубок. Я думаю, другим содержимым его наполнить. Вот, и думаю, что если получится, покажу. Да? Да. Хорошо, хэштег интрига будем ставить. Хэштег интрига, да. Дашка, а ты можешь вспомнить самое вообще термоядерное празднование какого-то там, титула победы? Когда ты улетела просто в улет? Термоядерное. Слушай, должен был быть кубок Кремля, который я выиграла. Но я улетела... Не то, о чем ты говоришь, я улетела в Сингапур. Итоговый, итоговый. Да, итоговый. Но потом, после, получается, вот завершение сезона, я вернулась в Москву, и там уже, да, караоке, клуб, друзья, еноты-танцующие какие-то, ну, чуваки в костюмах енотов там, ну, короче. Было-было хорошо? Ты же можешь выпить, позволить себе выпить. Ну, так выпила. Так. Хорошо выпила. А можно брата убрать, пожалуйста, из-за кадра? Он тут стоит. Слушай, слышит, да? Немного. Кушки греет. Давай сделай вид, что его нету. Ну, ладно, это же было. Я так уже... Я капюшон надела. Я прям так уже не делаю. Ну, было? Ну, а как было? Ну, было. Ну, слушай, есть такое состояние, там дальше уже, как бы, ну, только смерть, мне кажется. Вот, поэтому, ну, все-таки, наверное, когда ты прям в говно, это не очень. Там уже тебе не очень весело. Но ты же была в говно. Ну, конечно. Я поэтому и говорю, что в говно не очень. Так. Вот, поэтому надо искать золотую середину, когда тебе весело. Ага. Но в то же время тебе еще неплохо. И, ну, в то же время ты уже... Ну, ты уже готов на такие поступки интересные, на которые трезвый не готов. Поедет в Барселону? Поедет в Барселону. Питер в Барселоне. Да, Питер в Барселоне будет меня радовать, там на солнышке греться. Красавчик мой. Ну, все. Можно даже подумать, что Юс Опен выиграла. Надеюсь, да, в один момент будут два брата без них стоять. Красавчик мой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»